доброго времени суток уважаемые пользователи канал сейчас в очередной уже раз я повторюсь но расскажу вам сегодня еще раз о запай щеки и для пакетах а пакета для мицелия значит я могу вас поздравить если вы хорошо учились школе фанимашем скул и вы дошли до того уровня что вам уже каждый день или через день вам нужно по 100 пакетиков то у вас возникает 100 пакетов для мицелия то у вас возникает немножко проблема с изготовлением этих пакетов значит я рекомендовал когда-то и принципе альтернативы вот этого запайщику нет это изготовитель ковчег киевская фирма которая делает вот такие запасчики альтернативы ему нету потому что вот такую длинную шину на 60 сантиметров которая необходима нам до мешков мало кто может изготовить китайские варианты можно поискать но в случае выхода из строя китайские они не ремонтируются то есть полностью придется покупать новый аппарат значит что хотелось бы сказать об этом аппарате плюсы его вообще в общем и целом если так очертить то том что он аппарат и том что он появится больше таких плюсов больших у него найти трудно но главное что он выполняет функцию по склеиванию пакет теперь это настольный значит что здесь о чем я хотел рассказать первый недостаток в том что он настольный если мы ставим на стол и нам приходится клеить 100 200 пакетов нам приходится это делать вот в таком состоянии приблизительно за 2-3 часа спина приходит вообще в негодность потому что в таком положении не физиологическом она просто будет болеть и дальше мы не сможем ничего больше уже полезного сделать поэтому пришлось этот аппарат модернизировать вот для него пришлось сделать вот такую подставку значит физиологическое положение спины должно быть таким что когда вы опускаете руки вот когда массажный стол массажист когда настраивает вот стол должен быть вот на высоте когда мы вот так держим это у каждого человека этот размер высота будет индивидуально если мы возьмем стол обыкновенный то на этом столе вы видите что здесь разница получается в 20 сантиметров то есть спина у нас будет болеть если мы будем таким образом работать поэтому пришлось вот эту штуку модернизировать сделана была вот такая подставка сюда поставлю вот этот аппарат для запайки и к нему сделан вот такой вот столик столик необходим для того если мы будем подкладывать скажем вот к примеру здесь то видите наш пакет будет падать и нам постоянно будем тратить время на его какое-то ровня уравнивание здесь видите очень удобно на столик мы ложим само полипропилен и вот таким вот легким движением руки делаем саму спайку очень удобно в таком положении мне даже интересно я люблю помедитировать включить музыку и попаять вот эти пакеты то есть приблизительно за три часа таким образом можно сделать около 200 250 штук что будет нам хватать на некоторое время для изготовления мицелия в общем и целом размеры какие-то тут выводить не нужно видите что подставка сама должна быть размером немножко больше чтобы здесь было удобно и вот обратите внимание если вы в дальнейшем тоже планируете приобрести вот такой вот запарщик а вы никуда не денетесь и придется его приобрести то к нему придется доделать вот такую штуку сразу вам дам полезный совет когда будете делать вот эту подставку она не зря вот здесь имеет такую ширину для чего необходимо вот такая ширина и вот такая высота во первых я сейчас уже не буду снимать это съемная вот эта штучка снимается здесь отвинчивается и можно снять вот эту подставку в дальнейшем при посадке при поселении цели мы будем использовать этот же запайщик для запайки пакетов сами тут удобно видите можно поднимать внизу складывается уже готовая продукция значит при инокуляции самих пакетов с мицелия нам приходится и запаривать то есть раньше я их завязывал ну завязывать неудобно потом перемешивать значит их приходится запаривать посмотрите какая какая возникает трудно здесь вот такой вот этот высокий ящик это все сделано с тем что когда мы инокулируем мешок дальнейшем нам приходится запаивать вот этот край и если вы будем делать это например на просто на столе поставим запасе и будем понять смотрите что будет каждый раз происходить мы будем ложить и вот этой поверхностью будем постоянно вытирать стол таким образом велика вероятность что сюда будет подсасывать инфекцию и будем заражать каждый пакетом поэтому из опыта было сделано вот такое приспособление если ипотетически мы представим что здесь нет вот этой подставки то приблизительно на этой высоте когда мы инокулировали мешок мы подставляем ему поближе к запайщику подкладываем вот этот край и этот край мы просто запариваем вот так удобно после каждой инокуляции мы сможем запаять каждый мешочек и еще для чего нужна вот эта широкая поверхность подставки для запайщик иногда бывает такой случай что пакет может разорваться и он был плохо заклеен он может здесь разойтись в таком случае мы можем очень и удобно если у нас разошелся шоу мы можем взять и вот таким вот образом понести на эту подставочку положить и этот шок продублировать еще раз для того чтобы не выбрасывать делать вот это зерно мы можем сделать сделать здесь повторную запайку исправить ошибку которая может произойти вот такое полезное нововведение сюда добавил и сразу вот только протестировал как это все работает и сразу могу сказать что я очень вообще доволен результатом работы потому что удалось работать стало очень удобно очень полезно не болит спина и таким вот образом можно лепить этих пакетов бесконечное количество также посоветую вам следить за публикациями сейчас планируется сделаю такой небольшой анонс забегая так вперед планируется очень огромный цикл запуска отдельного филиала фанимашем скул то есть происходит расширение здесь лаборатория работает своем штатном режиме как она работала и сейчас мы будем запускать очень другое предприятие вот будем надеяться что она будет такое когда нам бы хотелось будут интересные публикации когда от нуля мы будем делать все то что необходимо для работы этого предприятия поэтому будет масса очень полезных и интересных публикаций я надеюсь что мы вместе это все с вами будем наблюдать